Как Дональд Трамп насмешил японского премьера, для чего швейцарцы придумали дрон оригами и зачем британцам система распознавания усталости по голосу, об этом не только в нашем обзоре. Конфуз Дональда Трампа в Японии. Президент США во время визита в императорский дворец удостоился чести покормить карпа в пруду вместе с японским премьером Синзо Абе. Оба лидера получили коробки с кормом. Специальными ложечками они должны были кормить рыбу маленькими порциями. Но Дональду Трампу быстро наскучил ритуал, и он высыпал весь корм сразу, чем рассмешил всех присутствующих. Новый женский рекорд скалолазания. Австрийка покорила самый трудный маршрут, так называемый 9Б в испанском регионе, Вильянуэва-дель-Русарио. До нее это удалось сделать двум мужчинам. 31-летняя австрийка Ангела Айтер стала первой в мире женщиной, которая бросила вызов испанским скалам. Устройство, которое не даст водителю заснуть за рулем, придумали британцы. Специальная система способна распознавать усталость в голосе и подавать сигнал об остановке. Для этого в память устройство вносят несколько вариантов человеческой речи в разное время суток. Ученые утверждают, что изобретение сможет определить даже небольшую усталость с точностью до 90% после того, как зафиксируют паузы, тон и скорость разговора. Система может стать незаменимым помощником для транспортных фирм, которые следят за состоянием водителей. Необычный дрон придумали в Швейцарии. Его спроектировали по подобию оригами. Этот шар способен складываться, когда в нем нет необходимости. В раскладном виде аппарат покрывается специальной сеткой из углеродного волокна и похож на паука. Дрон быстро складывается и раскладывается в зависимости от задачи, которую выполняет. Одно из главных предназначений – доставка небольшого груза. Сетка в данном случае предохраняет ношу. Всего дрон совершил 150 полетов. При этом ни разу не ошибся адресом и не опоздал.